Процент освоения бюджета города в 2018-м снизился по сравнению с предыдущим годом. В этом 79%, в прошлом – 87%. Из 45 миллиардов рублей 9,5 миллиардов не были использованы. Фактически, это означает, что правительство Севастополя провалило исполнение федеральной целевой программы развития региона, объяснил председатель постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Аксёнов. Мы знаем, что очень тяжёлая ситуация с объектами, прежде всего, здравоохранения. Но отставание и в сфере городского хозяйства, объекты нашей инженерной инфраструктуры, конечно, строится очень-очень медленно. Бюджет Севастополя – это деньги не чиновников и депутатов. Это финансы горожан. Плохо освоенный бюджет означает не только то, что правительство города и губернатор не справились со своей работой. Это ещё и нерешённые проблемы жителей. В городе так и не появились обещанные больницы, школы, жильё для детей-сирот и очередников, а ещё транспортные развязки, парки и канализационно-очистные сооружения. Хуже всего дела в Севастополе обстоят с капитальным строительством и городским хозяйством. Два профильных департамента в аутсайдерах в выполнении бюджета за прошлый год, рассказал аудитор контрольно-счётной палаты. Есть случаи, когда просто отставание по графикам, когда подрядчики набирают объекты у нас по городу и фактически не рассчитывают свои силы на выполнение в срок на всех объектах. Есть такие факты. Тоже немалозначительный факт – это качество проектной документации. Когда в ходе выполнения работ возникают дополнительные работы, которые не были учтены при разработке, приходится останавливать работы, проводить корректировки, дополнять какие-то виды работ, дополнять финансирование. Исполнительная власть считает, что вкладывает деньги в развитие города эффективно. В департаменте финансов привели показатель освоения средств федеральной целевой программы – 52%. В то время как аудиторы по результатам проверки обнаружили, что эта цифра не дотягивает и до 40%. В контрольно-счётной палате расхождение в подсчётах объясняют тем, что правительство Севастополя завышает коэффициент, включая в эту арифметику уже розданные подрядчикам авансы и тем самым приписывает себе заслуги за ещё непостроенные объекты. Мы же считаем именно контрольно-счётная палата, что по фактическому исполнению, например, с теми же деньгами по, допустим, по резервному фонду президента на дороге. То есть вот мы совместно с казначейством принимали в проверке, то есть они тоже считают, но они там считают ещё более жёстко. То есть если, допустим, объект вообще не выполнен, но при этом деньги были хоть на какую-то часть потрачены, то они считают полностью деньги нерезультативными. В отчёте, представленном Департаментом финансов правительства Севастополя, только радужные показатели. Бюджет исполнен без дефицита, государственный долг отсутствует. Удалось привлечь 6 миллиардов 400 миллионов рублей из бюджета Москвы. Социальные обязательства, зарплаты, пособия и льготы гражданам предоставлены. Обеспечение социально-культурной сферы, по словам представителя Департамента финансов, значительно увеличилось за год на 29%, то есть 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Как это отразилось на горожанах? На публичных слушаниях севастопольцы задавали вопросы напрямую. Как увеличился доходы пенсионеров? Не просто, знаете, так вот в цифрах. Потому что пенсионеры, которые сейчас, может быть, нас слушают, скажут, что-то у меня не добавилось в кошельке. А это значит реальные доходы. Рост цен плюс социальная пенсия. Вот соотношения эти по сравнению с прошлым годом, как они выросли. Лучше ли стали жить наши пенсионеры? Основную долю доходов пенсионеры получают все-таки в качестве пенсии, которая идет из пенсионного фонда. Но что касается выплат из бюджета, если у нас инфляция в прошлом году по городу состояла где-то 5,5%, а рост основных выплат практически по, ну вот, то, что вы сказали по направлению социальная политика, 13%. То есть, исходя из этого, можно сделать вывод, что реально получаемые суммы, они, как бы, ну, если превышают инфляцию, значит, произошел реальный рост. По итогам публичных слушаний по проекту закона об исполнении бюджета Севастополя за 2018 год, парламентская рабочая группа обобщит предложения, высказанные горожанами, сформирует итоговый документ и направит его губернатору города. Екатерина Коломеец, Юрий Риутин, Севенформбюро. Субтитры создавал DimaTorzok